Вода была вот по забору везде, заборов видно не было. Некоторые дома, которые низко стоят, тоже только верхушки крыш были. А курицы где у вас? Вон. Мы боимся того, что мы в зиму останемся с водой, в зиму уйдем с водой. Наши дома не успеют просохнуть, а заморозки уже близко, и дома просто разорвет у людей. Потому что вода уходит очень медленно. Нам нужно откачивать ее в поля, а в полях стоит вода. Мы хотим, чтобы нам помогли чиновники. Наших средств не хватает. Мы дамбу каждый год восстанавливаем за счет собственных средств. То есть мы сдаем членские взносы и латаем эти бедные дамбы. Ведь раньше как делали, земснарядами чистились, да, там эти, ну, река Амур, не только река Амур. Все это раньше делали. Сейчас проблема в том, что не углубляется русло реки, не чистится. И плюс добавляют газ своими сбросами. Единственный фактор, который может нас спасти, это работа газ, перестройка работы газ. Но тогда упадет выработка электроэнергии? Тогда в этот период упадет выработка электроэнергии. В этом не заинтересован поставщик электроэнергии? Видимо, многие не заинтересованы, не только поставщик, скорее всего, и правительство в этом заинтересовано в продаже электроэнергии, потому что топит ведь не только нас, ну, дачное хозяйство тут, будем говорить, на это особого внимания не обращает. Топит город Комсомольск, где авиационный завод, где аэродромы военные. Их аэродромы ведь затапливают. При таких наводнениях грунтовыми водами топят аэродромы. И на это никто не обращает внимания. Ну, я не думаю, что там сидят дураки. А куда деваться-то? Жить-то как-то дальше надо.